здравствуйте зрители моего канала это гайд гайд по старкрафту второму как победить собственно тяжелого компьютера сразу скажу что показывать буду наверное на карте глубоководный лифт версия 0.28 версия игры это я уже не помню какая но в общем то последнее обновление было 17 04 2018 года то есть собственно вчера вот создав значит игру и скажу что напомню что это гайд он будет максимально минимизирован то есть я буду использовать минимум юнитов вообще какие только можно минимум комбинации клавиш да и к тому же не получится много комбинации клавиш добавить потому что мне клавиатура сломалась и теперь не все клавиши работают надеюсь что нет будет работать так кого мы собственно будем убивать этого будут однозначно зелье потому что я разработал именно тактику протасов против зергов хотя я уверен что до меня уже кто-то их разрабатывал здесь я поставлю случайно я неважно какой здесь будет в общем то я пробовал множество раз в общем то тактика действующая ну здесь которая собственно рабочая кого мы возьмем значит эксперт самый сильный здесь компьютер вот не учитывая конечно читеров чем собственно читеры отличается от эксперта читер тот же самый эксперт единственное что он видит всю мою армию и все мои здания объясню суть тактики тактика очень сильно похожа на то что я использовал свое время в варкрафте третьем что это за тактика значит понятно дело она не работает против игроков она работает только против компьютеров почему потому что компьютеры какие бы они не были совершенные к сожалению не тупые как валенки они в общем-то тупят до ужаса да конечно здесь компьютер чуть чуть умнее то есть искусственный интеллект чуть чуть умнее чем в варкрафте третьем я сказал бы даже очень сильно умнее я наблюдал за ним такие действия которые собственно в варкрафте третьем такого нет это например разведка вот опять же таки если играть против читера то общем-то разведки не будет скорее всего но когда играешь против обычного эксперта к тебе за старту приезжает в случае зергов ихний рабочий до личинкой их нет это вот не помню как называется значит приезжает заезжает на твою базу начинает разведывать и собственно строить по идее тактику отталкиваясь от того какие здания строишь ты как бы в идеале в идеале он видит допустим если у вас ну к примеру два старгейта да то есть если у вас какие-нибудь намечаются воздушные силы в больших количествах он это видит и собственно начинает контр действовать до против вас он начинает строить какие-нибудь зенитки да ну что-то типа зениток да то есть случае с зергами это будут к примеру корабторы какие-нибудь или это будут и гидролизки дам чтобы убивать моих летающих соответственно играя против эксперта не против читера имеет смысл построить стенку непробивную так чтобы максимально долго компьютера не знал что вы такое там строите вот еще один момент в старкрафте втором компьютер то есть и и настолько умный что он может дробить армию то есть он может воевать основной армией в одном месте и при этом задалбывать какие-нибудь зернингами где-нибудь у вас на базе поедать ваших рабочих что кстати раньше ну в том же самого варкрафте третьем не было никогда потому что компьютер никогда не делил свою армию здесь же я даже разочек замечал такую ситуацию когда я атаковал активно компьютера на его одной из его баз он раздробил армию на две части и одной армией отбивался от моей армии собственно а второй армией в контратаковал мою базу которая осталась в общем-то открытая да то есть незащищенная потому что всю свою армию я послал в атаку и да тут такое бывает но крайне редко на самом деле и я это учту когда буду из вот собственно показывает тактику опять же таки в чем ограниченность компьютера я немножко поподробнее буду рассказывать уже непосредственно в битве против компьютера но во первых он такой самый тупой и все же если ты на него нападаешь он пытается отбиться любой ценой практически все своей армии редко когда он все-таки и дробит соответственно можно не особо защищать свою базу если ты идешь в активную контратаку вот так вот то есть можно защищаться атакой так вот бы я сказал бы во вторых даже при том что допустим можно играть против какого-нибудь читера и не дай бог он до узнал там если это обычный эксперт что у вас стоят какие-нибудь торги и ты то есть у вас идет воздушное войско вот он все равно продолжает делать зерлингов и тараканов почему понятия не имею такой вот он дебил вот в то время когда настоящий человек когда против него играешь и если он видит что ты идешь воздух он еще идет в контравоздух то есть он строит там я не знаю караторов там всяких там тот кто там у протаса я уже забыл фениксы вот и прочие противолетающих юнитов которые собственно контрят твою летающую и тем самым побеждают ну естественно застраивает все какими-нибудь зенитками компьютер тоже так умеет делать собственное множество раз такое видел он переходит в противовоздушные армии но все равно как-то туго на самом деле и разведку он тогда получается не проводит и вроде бы как в общем можно его обхитрить это не человек однозначно обхитрить его очень легко вот тоже самая фигня была к сожалению и в варкрафте третьем если ты строишь армию летающих например армию скелетных драконов то к сожалению компьютер это никак не контрит вообще у него продолжаются строится мечники и там всякие вот там я не знаю рыцари бугаи минотавры и он все равно продолжает строить пешую армию и по минимуму строить противовоздушную армию то есть противовоздушная армия у него ну максимум 30 процентов от всей его армии и то вряд ли на самом деле на самом деле намного меньше так что компьютер очень боится летающих летающую армию собственно чем мы и займемся мы будем использовать самую сильную летающую армию которая есть это у протасов вот причем пробовал я в разных вариациях и и то есть можно прийти на базу противника например теми же самыми со старта грелками например да успеть там даже не всяких убить я уже делал так то есть прилетаешь грелкой на базу противника и сжигаешь ему там штуки 34 допустим ну рабочих примеру но на самом деле против эксперта это небольшая потея так как рабочих у него со старта довольно таки много и даже если я убью их там штуки 3 это никак не повлияет на его экономику а потом он приведет гидролекс к который к сожалению от контрят грелок сколько бы их не было можно конечно попробовать армии грелок ну в общем то в этом не особо есть и смысл вот я кстати пробовал и другими расами вот зерками если честно очень туговато получилось с помощью там корабторов и этих как же называют их повелители или как-то там в общем те которые летают такие жуки и стреляют по наземным юнитам очень далеко очень эффективно они конечно бьют но если честно все же вообще не дорастают до армии протасов а во вторых очень долго до них строится и получается армия очень дорогая то есть ну блин не вариант за хумов пробовал играть там тоже довольно такие интересные летают летающие юниты которые раскладываются и бомбят по пехоте их очень сильно боится армия вражеская армия компьютера и если где-то раз разложиться в минеральной зоне разложиться так двумя тремя такими значит летающими юнитами токсаж он компьютер просто перестает нам добывать ресурсы он просто оттуда уходит и и не возвращается них когда то есть он грубо говоря там бывает потом отбивается армией но рабочих туда уже не посылает он посылает их на другие места то есть по-своему тоже эффективно дешево очень дешевле получается даже чем у протасов но дело в том что все таки самая сильная армия у протасов можно прийти через фаст авианосцы довольно таки хорошая сильная штука но есть там маленький минус во первых по килам да то есть будут убивать твоих юнитов а значит не юнитов а лет этих вот перехватчиков до авианосовских и к сожалению будут потери и в статистике это покажется не очень выгодно победишь все равно но статистика будет такая себе не очень хорошая вот поэтому я буду использовать третий юнитов третий тип юнитов летающих вот эти летающие хрени которые очень далеко стреляют вот еще я прикрывал иногда там авианосцы этих линий прикрывал фениксами на случай если врага появится летающие юниты типа ну я не знаю муталиски например вот или карапторы вот но дело в том что как оказалось в общем то это в этом нет смысла просто нет смысла можно просто максить один тип юнитов и это будет победоносно и кстати тактика работать и только против зеркал просто против зеркал легче всего у них очень позднее противолетающие юниты в то время когда у у терранов сразу марики до который неплохо стрелять по летающим пускай и не очень далеко у протасов это эти сталкеры да тоже неплохо стреляет по летающим довольно таки эффективно вот ну а у зерков что у зерков самое первое это королевы но до королев как бы их немного на самом деле компьютер штампует не десятками там 1 2 если стоит и уже хорошо а потом он выходит гидролисков но гидролисков намного меньше чем тех же самых маленьких просто контр этих и все я больше скажу у самих этих вот кораблей космические до которые стреляют артой как артиллерия далеко у них собственный искусственный интеллект и они видят гидролисков и начинают их сами атаковать то есть там им даже особо не надо контрить конечно тактика я хочу как бы показать тактику чтобы она была максимально простой как бы чтобы она была стопроцентная на стопроцентная вот чтобы она была максимально простой чтобы даже новичок мог повторить или хотя бы ну наверное вичок может не повторить потому что к сожалению там нужно немножко микрить вот мышкой, то есть микритетой армии, ну чтобы их не убивали хотя потери в общем-то ну вначале плохо, а потом в общем-то ничего не столь важно, если будут потери но вообще-то неприятненько данной тактикой можно победить даже собственно без потерь, и я больше скажу, 5 где-то даже, наверное 5 из 6 у меня было были битвы без потерь данной тактикой а вот правда если играть против терранов или протасов, то потери к сожалению будут скорее всего, так что там без потерь очень сложно сыграть вот, потом опять же таки, чем отличается эксперт от читера читерный компьютер к сожалению видит все ваши войска, то есть он уже изначально разведывает тебя он даже не будет приходить по-моему рабочим, чтобы разведать тебя, он и так знает что у тебя строится, сколько у тебя каких зданий, поэтому сильно его не обманешь и сильно не стоит удивляться, если прилетишь армии летающих, а там уже тебя ждет гидролиски вот, что такое читер 2 он в общем-то тоже все то же самое только на поздней версии игры у него очень много ресурсов то есть читерным способом добываются ресурсы, то есть одно и то же количество рабочих приносит ему больше ресурсов, чем мне, ну как я понял судя по описанию, ну и кошмар это когда у него и со старта очень много ресурсов но тут такая дилемма, что пока ты апнешься до каких-либо летающих юнитов до серьезных юнитов то на тебя уже нападут то есть тут играть крайне сложно через летающих юнитов, потому что как я уже сказал слишком много нужно строить зданий и улучшений чтобы построить первых юнитов которые собственно будут уже воевать к этому моменту тебя уже придут и разнесут то есть против кошмара к сожалению данная тактика не подходит ну а вот читера второго в принципе вполне реально можно убить вот напомню, что у меня клавиатура убитая я ее нечаянно залил водой и она почему-то перестала множество клавиш работать возможно даже мне не получится с первого раза записать эту видюшку поэтому я буду пользоваться практически всегда только мышкой вот это даже хорошо для новичка на клавиатуре конечно все очень хорошо набирается все очень быстро но новички пользуются в основном мышкой вот потому что им так легче увидеть и понять как я уже сказал буду использовать максимальный минимализм прям такое само себе противоречащееся слово вот но то есть юнитов будет максимально мало различных то есть в основном только один юнит боевой и все и хватит ладно начнем ну клавиатура не подведи пожалуйста по ходу дела я буду и объяснять что я собственно делаю грузится что долговато итак начнем заказываем одного зонда кидаем ускорение на здание заказываем еще одного зонда ждем где-то примерно 70 ресурсов и посылаем одного из зондов вот сюда на низ и ставим здесь собственно пилон именно вот в этом месте после того как мы туда его отправим возвращаем его и ставим зонд где-то здесь здесь мы будем ставить старгейт чтобы так ладно сразу и вызываем два ресурса здесь мы ставим старгейт чтобы собственно компьютер не мог его разведать он будет далеко здесь мы перекроем стенкой но к сожалению эта стенка не по как бы не поможет потому что мы играем против читера он видит так все мои здания и он заранее знает что у меня есть что у меня есть старгейт даже с учетом того что у нас есть стенка он даже не будет приводить сюда разведчиков очень часто компьютер приводит разведчиков если это обычный компьютер который собственно так закажем еще двоих рабочих и еще выкинем ускорение стенка для чего ставится значит компьютер приходит своими разведчиками упирается в нее и не видит что здесь старгейт и соответственно он не строит противолетающих юнитов он думаешь там все ок так далее мы сейчас сейчас возьмем трех рабочих и пошлем вот сюда чтоб они уже добывали газ вот возьмем одного из наших рабочих и приведем перед тем как появится это здание приведем его сюда и построим 10 кибернетическое ядро и все на собственно здесь перекрыто единственное что остается перекрыть у нас вот здесь и я поставлю один одну фотонку здесь и для чего но чтобы собственно еще трех рабочих пошлем сюда для чего но чтобы собственно даже если придут какие-то там раз какой-нибудь разведчик он будет обстрелян и перебьет желание заходить ближе либо иногда компьютер вражеский все таки кидает так называемую так у нас как раз должно хватить ресурсов на старгейт иногда бывает дробит свою армию и посылает там двух-трех зернингов на территорию рабочих и пытается кого-то там съесть еще двоих зондов построим но уже не будем использовать темпоральное ускорение почему потому что она нам нужно будет для вызова первого юнита вот и в общем-то эти две фотонки перебивают желание зернингов атаковать меня там здесь там еще кто-то но в общем-то по идее сюда никто не должен будет нападать но иногда такое бывает так мы насобирали какое-то количество ресурсов построим здесь здание нам нужно собственно копить сколько нам нужно копить 300 да но к сожалению я 300 не накопил где-то я протупил ну сейчас собственно будет 300 и строим вот это здание для чего для того чтобы строить нужных нам юнитов нужные нам юниты это ураган вот их и мы будем строить я пробовал собственно строить авианос и значит пробовал вот эти вот как можно назвать грелки да и кто-то на по-моему называют вот самый лучший конечно ураганы их легче всего микрить так мы сохраним сразу это здание сохраним сразу это здание нам нужно 300 300 у нас есть сразу строим эту это ураган и посылаем его как я уже говорил вот сюда почему сюда здесь есть такое интересное место где в общем-то я могу обстреливать вторую базу противника собственно будучи при этом безопасности и продолжаем штамповать рабочих сюда еще ускорение нам нужно как минимум трое можно даже немножко улучшить атаку этих юнитов кибернетическом ядре еще рабочих этого мы сохраняем на единичку и собственно уже начинаем обстреливать обстреливать я буду через кнопочку а он убивает рабочего с одного выстрела очень странно вроде бы компьютер знает что у меня летающие юниты есть так королева и поэтому мы отводим значит моих рабочих этого и воина строим еще парочку пилонов еще здесь вот будем добывать ресурсы еще рабочих нанимаем и через атаку продолжаем обстреливать ему так у врага есть уже как я вижу гидролизки это немножко проблема но если честно не сильно продолжаем нанимать ну да противник как видно строит тараканов хотя не должен он вроде бы как знает где все мои здания почему он так делать я без понятия значит так улучшаем главное не провтыкать нам нужно это надо палить не дай бог как только он говорит целостность корпуса нарушена сразу нужно смотреть у нас полно ресурсов поэтому пилонов строим просто миллион и у нас скоро будет нехватка ресурсов поэтому соответственно посылаем рабочих эти юниты умные они сами стреляют по гидролизкам из всей толпы они выбирают именно гидролизков поэтому собственно мы играем против зеркал почему потому что у них очень мало противолетающих юнитов у них гидролизки как видно они сразу умирают гидролизки потому что у этих значит летающих моих ураганов приоритетная цель это именно противолетающие очень сложно конечно будет воевать с караптерами если вдруг они появятся я точно не помню как они тут называются как только они появятся тогда будет все очень печально оставим одного здесь основной армии пойдем уже в атаку этот будет следить за тем чтобы здесь не приходили рабочие не пытались строить здание а мы будем блокировать этот проход немножко разведаем чтобы здесь у него ничего не строилось пока он ничего не строит поэтому будем брось судьбу на ветер вот есть значит такое дело еще атаку еще защиту месторождение минералов истощено значит мы будем строить больше зданий месторождение минералов истощено нанимаем еще рабочих самое главное нам сейчас это снести ключевые здания это логово гидролисков очень опасные против нас еще вот эти юниты которые бомбят нас ауешками без логово гидролиска противник не сможет строить собственно гидролисков и самое важное чтобы уничтожить шпиль не дай бог если здесь есть шпиль то его очень было бы неплохо уничтожить но слава богу шпиля здесь нет поэтому врываемся в минеральную зону и остаемся здесь одного юнита пошлем сюда так у нас кстати очень много уже зданий мы можем прям массово штамповать сюда юнитов основания уничтожить ну а ну пальцем на так у у и и и и армии рабочих просто главное чтоб он не здесь не не начал строиться ну все он сдался смотрим статистику матча боевые единицы и и сдался к сожалению тактика хоть и очень простая хоть и очень как бы минималистичная то есть минимальное количество юнитов используется и да здесь легко победить без потери я это продемонстрировал ноль потери все такое но она не стопроцентная есть у компьютера тактика которая контрит эту тактику и компьютер ее иногда использует особенно читер потому что почему читер потому что он собственно знает изначально все мои здания поэтому и читер вот то есть он видит что я вышел в то же самое космопорты да то есть в звездные врата и начинает штамповать против меня противолетающих юнитов то есть как можно больше гидролисков то есть если играть допустим я попробую на другой карте поиграть катализатор она немножко поинтереснее тут в общем то то же самое только проще она даже чем то вот тут находится компьютер здесь его будет вторая база вот тут он будет пытаться построить третью и четвертую базу и в общем то нам стоит поставить здесь армии мы будем контролировать эти две базы но сожалению четвертую мы не сможем контролировать но это не столь важно вот я к тому что очень много карт которые можно использовать данной техникой так вот если бы против нас и шел эксперт и мы бы перекрыли изначально проход к своей базе а тут есть можно построить стенку по моему здесь стенку можно построить и в случае здесь тоже вот стенка строится если мы сверху если мы будем играть против обычного эксперта то стоит нам только построить стенку как вражеский разведчик да рабочий не сможет прийти к нам и не увидит что у нас стоит старгейт соответственно он не будет знать что мы будем выходить в быстрые летающих юнитов соответственно не будет штамповать против нас против летающих юнитов и я играл против обычного эксперта и да получается что приходишь к нему летающими юнитами а у него зердинги тараканы вот и к сожалению нету ни одного гидролизка нету ни караптером ничего иногда когда играешь против читера с ресурсами ну или просто обычного читера то приходишь на вражескую базу а там тебя уже ждут караптеры потому что каким-то образом он предугадал твои действия и построил против тебя караптеров вот караптеры я возможно их не так называю но по-моему они называются именно так это юниты летающие которые стреляют по летающим и к сожалению когда он их строит штук 5-6 то увы моя армия просто не вытягивает его они дешевле они проще ну и до компьютера дешевле естественно поэтому возможно сейчас я проиграю возможно если я приду и там караптер я проиграю что нужно делать если там караптеры я точно не уверен но возможно нужно сразу же максить количество старгейтов и штамповать очень много фениксов и только так можно победить караптеров но это не точно один раз я побеждал караптеров с помощью этой же тактики но мне удалось быстро обнаружить шпиль штиль шпиль но неважно там где создаются собственно те же самые караптеры вот здание да и уничтожить его и тем самым я победил я его просто зарашил быстро снес установил значит на ресурсах юнитов и собственно он не успел отстроить обратно караптеров и я победил ну повезло ли мне не повезло повезет ли мне сейчас не повезет в общем как я уже говорил тактика не всегда стопроцентная кстати ставим против назергов возможно даже как-нибудь поиграю против терринов но в общем то сейчас в этом нет смысла против терринов собственно та же самая тактика стреляют они не очень далеко если не обгрыживают оружие и можно их также сам от далека поливать но там вполне вероятно могут быть по потери среди юнитов то есть в общем то победить в этой этой тактикой можно там с очень большой вероятностью чуть ли не 80 90 процентов вот единственные форс-мажоры это караптеры да это тогда можно проиграть если честно реально и лежишь ты побеждаешь но к сожалению с потерями юнитов то есть такое тоже бывает ну это не столь страшно главная победа просто если стремишься без потерь играть то конечно нужно постараться сейчас попробуем поиграть как можно максимум на клавишах чтобы все было быстрее рабочего чтобы построить нам нужно нажимать кнопочку я английскую кнопочку c чтобы включить ускорение на здание сейчас попробуем что никаком затрахтел рабочего ускорения из на самом деле получается чуть 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 быстрее грубо говоря так нанимаем еще рабочего ждем пока у нас будет примерно 70 ресурсов я думаю уже пора идем вот сюда здесь стеночка немножко другая будет у нас начнем мы с пилона как и прошлый раз 2 пилон мы будем строить здесь как и в прошлый раз мы будем выходить в ранние значит ассимиляторы и сразу же идем сюда юнитам нет смысла им добывать ресурсы хотя в общем то если бы был бы кореец он бы конечно добыл бы там чуть-чуть ресурсиков вот здесь построим значит одно здание ждем ресурсов строим второе здание единственное что здесь отличается это то что нам к сожалению придется построить еще один пилон вот тут можно его сейчас строить а можно не строить пока что на самом деле заказываем еще двух рабочих вот почему здесь нужен пилон раньше я бы здесь построил бы фотонную пушку вот или или даже не фотонную пушку а этот построил бы киберическое ядро прям вот тут очень хорошо становилась бы но к сожалению я не могу это сделать почему потому что здесь не хватает вот этого ну видно да чего не хватает пилона поэтому я построю здесь вот так здесь вот так пилончик и фотонную пушку поставлю посредине поставлю ее одну я так подумал незачем строить нам больше фотонных пушек ведь собственно так ускорение не забываю включать ведь это фотонная пушка в общем-то покрывает здесь все и если здесь прибежит какой-нибудь зернинг и начнет клепать мои здания там 12 зернинг а то одна фотонная пушка его отгонит но как бы я уже говорил смысл заключается в том чтобы смысл заключается в том чтобы бренд я от просать просрал короче момент я не принял не как сказать не вовремя послал рабочих на эти ресурсы короче тут имеет смысл переиграть на самом деле потому что на самом деле это плохо я специально оставлю этот момент в этом гадике почему потому что это типичный случай когда реально можно проиграть не вовремя послал рабочих на газ и как бы не хватает ресурсов на старгейт и соответственно первые юниты будет позже чем нужно и мы можем просто не успеть а нам интересует очень быстрый воздух очень быстрый раш воздухом поэтому все должно быть идеально на этот раз мы внизу находимся та же самая система строим здесь пилон строим один пилон здесь опять же таки вообще-то можно и не строить второй пилон здесь можно его и здесь построить какая собственно разница ведь смысл в чем смысл в том чтобы компьютер не разведал этот пилон и не разведал что возле него стоит правильно же но дело в том что это читер он разведает и так то есть если ты играешь не против читера против обычного компьютера в этом как бы есть смысл там строить пилон если нет то и смысла в этом как бы не особо пойдем работать двух рабочих найму ускорение ждем как пока появится у нас врата если честно можно уже наверно посылать рабочих туда я думаю нам ресурсов хватит как только появляется от оружие на как раз уже можно смело посылать туда рабочего строим кибернетическое ядро строим пилон вот тут перекрываем стенку и одну фотонку здесь построим она как раз здесь вмещается не пойму почему здесь не работает этот дилит опять это я чё-то туплю но ладно вроде бы пока все ок как я уже говорил нам нужно ресурсов ровно 150 по моему минералов и 150 газа вот поэтому на газ отсылаем но в этот раз у нас все хватает все отлично но лишние ресурсы можно вкинуть в рабочих на самом деле сразу сохраню так теперь нам нужно накопить 200 ресурсов и 200 газа и 300 ресурсов но 300 ресурсов у нас есть поэтому мы можем даже лишнее сливать а вот с газом проблема ну газ уже тоже есть так что ничего страшного наверное пошлем этого рабочего строя здесь вторую базу нам нужно 400 ресурсов нехватает минерала вернее минерала вернее если сейчас будут караптеры я тоже это видео оставлю специально потому что ну как бы чтобы было понятно нехватает минералов ну почти по таймингу хэх двоих рабочих наверно или троих отправлю на другие ресурсы уже следующий ураган следующее темпоральное ускорение сохраню этого рабочего и прямо на него на нерабочего юнита и прямо на него поставлю звездные врата чтобы следующий юнит летел прямо в него все у нас еще хватает значит ресурсиков чтобы построить как минимум один пилончик их надо конечно много строить обычно я их штуки два строю пускай будет два генетическая матрица активирована ой где то я протупил а не не протупил все нормально и мы видим здесь уже собственно слизь масса королев видно что по дамагу мы не очень взлетаем поэтому наверно улучшим урон и неплохо бы еще и щиты купить но наверно щиты не буду покупать потому что нет куплю щиты у меня в общем то хватает ну давай виспен мы мы никого не боимся подтверждаю брось судьбу на ветер придет буля ради славы генетическая матрица активирована и у на 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 Надо стать где-то здесь Вот, нам уже говорят, что она требуется Больше Веспена Так, целостность корпуса нарушена Как я уже говорил, это очень важно Главное не дать ему добывать ресурсы Мы сражаемся в великой битве, тоже очень важно Если мы хотим выиграть без потерь Сразу же нужно реагировать на этот момент Вот мне этот момент уже не нравится Месторождение минералов истощено Боюсь Нам нужна уже новая база Вот этих вот нужно очень быстро убивать Потому что они нам тоже могут попортить жизнь Пошлем одного юнита сюда Блин, карапторы Карапторы, карапторы Быстро переходим в множество старгейтов И будем строить фениксов Требуется больше Веспена Айур Ради слабости Золотая армада Живёт Придёт буря Телепортация завершена Не получится без потерь играть Телепортация завершена Вперёд буря Вперёд к победе Подтверждаю Победа в наших руках Так, у нас тут, по-моему, где-то Очень много Карапторов Про эту тактику я и говорил Есть вероятно, что я здесь проиграю И очень большая вероятность, к сожалению Скажем, этой тонкой Пускай атакуют этот пилон Сами построим больше пилонов Наверху Вот Будем строить вторую базу Мы сражаемся в великой битве О, за вас У нас не хватает минералов Блин Телепортация завершена Не, к сожалению, всё Тут уже не победить Как видно, карапторы тащат То есть Если Если играть И у противника не будет карапторов Победа вполне вероятна Вот типичный случай, когда компьютер Может Отбиться Это Когда он Строит Миллиард Карапторов Но опять же таки Это случается только, когда Ты играешь против читера Если не играть против читера Карапторов Встретить крайне сложно Даже если я Со старта Построю очень много Космогейтов Космических гейтов Ладно Я показал, в общем-то, все случаи Какие бывают Так что Спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok